Наша трагедия, наша гордость, наша судьба. Тайны и судьбы великих казахов. Она пишет картину долго, уже несколько месяцев, но пока не получается. Не получается передать движение и ощущение танца легкости на полотне. Она рисует танцовщицу, причем не вымышленный образ, а вполне реального человека, звезду, известную каждому в стране. Шара Жейнкулова, первая исполнительница казахских народных танцев, должна получиться на картине такой, какой ее знают миллионы людей. Грациозной, воздушной, неподражаемой. И вот, наконец-то, гульфаэрус нашла. Придумала детали, которые сделают полотно живым. Летящие косы, чуть вздернутый подбородок, скрученный подол платья. Шара Жейнкулова ожила на холсте. Картина гульфаэрус Исмаиловой «Казахский вальс» станет ее визитной карточкой. Первой в легендарном триптихе, посвященном великим женщинам Казахстана. Впрочем, великолепные художественные творения – это лишь малая часть того, что сделала эта женщина для культурной жизни Казахстана. Она играла в кино, создавала декорации и костюмы для спектаклей, жила яркой и насыщенной жизнью. Ее биография вполне могла лечь в основу художественного фильма. И любовь у нее была такая же – особенная, пронесенная сквозь годы потрясений и потерь. Ее любовь к рисованию началась с самого детства. Она внимательно приглядывалась к окружающим людям, вещам, стараясь перенести увиденное на бумагу. Склонившаяся к забору дерево, уснувший пес, соседская девочка, играющая в салочки во дворе – ей все хотелось запечатлеть так, чтобы герои ее рисунков выглядели живыми. Малышка то и дело обращалась к бабушке. Как? И та советовала – поверни девочку в профиль и увидишь – изображение изменится. Но больше всего юная художница любила рисовать цветы. Она выходила в сад и рисовала самозабвенно до самой темноты. Яркие бутоны цветов казались ей не просто лепестками, а нарядами танцовщиц, их роскошными платьями. Я росла сама по себе. У меня был свой мир, свой необычайно красивый мир. Вписалась в этот фантастический мир и подаренная мне книга «Золушка». Мой первый учитель сказал – прочти, это будет твоя первая книга. Ты ее запомнишь на всю жизнь. И я прочитала, и воображение мое разыгралось. Ведь и я Золушка, у тети я Золушка, у мамы Золушка, у бабушки тоже Золушка. Что-нибудь да заставляли они меня делать. То картошку чистить на эту огромную семью, то морковку. Очень сильное у меня было воображение. Вижу облака и думаю – много-много стариков идут. Облака – это их бороды белые. Всю жизнь жила воображением. Жила среди воображаемых вещей. Гульфайрус Мансуровна Исмаилова происходила из довольно зажиточной семьи со стороны своей бабушки Халиды. Она даже вот говорила мне, показывала, в районе каких современных улиц Алматы стоял их дом и находился большой сад, который взращивал ее дядя. Ее детство прошло в доме бабушки, и бабушка очень любила свою внучку и очень много ей занималась. Это был удивительный мир казахского декоративно-прикладного искусства, потому что бабушка была мастерицей. Она все делала сама, наткала баскуры, бау. Она делала другие удивительные изделия казахского декоративно-прикладного искусства. Кроме этого, она прекрасно знала казахский эпос, казахский фольклор, сама пела и была таким, знаете, высококультурным человеком, одухотворенным. Бабушка также любила очень ходить в оперный театр. Детей туда не пускали, но бабушка умела уговаривать и брала с собой свою любимую внучку Гульфайрус. И, кстати, позднее она отдает любимой бабушке долг, она пишет замечательный триптих «Мастерица», на котором прототипом выступает ее бабушка на фоне тех удивительных изделий, которые она делала. Родители Гульфайрус расстались, когда она была еще ребенком. Потом отца осудили по политическим мотивам в начале 30-х годов. И чтобы защитить девочку, было принято решение сменить ей имя. Так Гульпашку Нарбаева превратилась в Гульфайрус Исмаилову. Имя она выбрала себе сама, а фамилию Исмаилова Гульфайрус дал отчим. Мама девочки через некоторое время снова вышла замуж. На протяжении всей жизни у нее были замечательные отношения, и ее приемный отец стал настоящим отцом. Они переписывались, когда он был на фронте. Алма-Ата. Родной город Гульфайрус Исмаиловой. Здесь она появилась на свет. Здесь постигала мир, удивлялась, любила, знала каждую улочку. И по этим же улочкам в 30-е годы она шла вместе со своей бабушкой в лавку, чтобы обменять фамильные драгоценности на хлеб, масло и другие продукты. Большая семья, как и многие другие семьи того времени, в период коллективизации жила впроголодь. Постепенно в лавку бабушка Халида отнесла все. Кольца, браслеты, столовое серебро. Закладывать стало нечего. Был целый сундук бабушкиных украшений. Не бабушкиных украшений, а вообще украшений поколениями, как это принято в казахской семье, собиравшейся всей семьей. И она мечтала о том, что когда она вырастет, вот эти украшения украсят ее косы. Шалпы там, допустим, или там выр, который повесит она себе на шею. Она любовалась ими, помнит тяжесть этих браслетов, которые она девочкой играла. Бабушка разрешала малолетнему этому ребенку играть. Но потом все эти вещи один за одним они уносили к торговцу и меняли на масло, меняли на какие-то существенно необходимые вещи, которые, чтобы выжить ребенку, чтобы выжить в большой семье. Несчастье ее детства, голодного детства, она обратила вот в эту память. И еще в выживаемость. Выживаемость, несмотря ни на что. Все подчинить творчеству, все подчинить искусству, все подчинить результату. Знаменитые алматинские яблоки. Сочные, сладкие. Скольких людей они спасли от неминуемой голодной смерти во время Голощокинских реформ. В том числе Гульфа и Рус, ее братьев и сестер. Все лето они проводили в садах, расположенных в самом центре Алматы, на пересечении улиц Гоголя и Чайковского. Саранча, ругались взрослые, ведь яблок дети съедали чуть ли не по полмешка за день. Кроме них ничего не было. Так и выживали. Она говорила, мы ели один раз практически в день. Вот ставился казан большой, там что-то варилось, иногда там было побольше мяса, иногда его вовсе не было, там какая-то капуста, какой-то, или наоборот, там лапша, и немножко там мяса для запаха. И потом вот мы один раз ели это, а потом уже в саду играли и ели вот эти яблоки, абрикосы, там персики. Сад был очень богатый. А особенно яблок было, очень много алматинского апорта. И Зоя, ее младшая сестра, говорила, что вот Гульфа и Рус, если мы с тобой, Гуля, если мы с тобой и сохранили хорошую кожу, хорошие зубы, если у нас до сих пор блестят глаза, это все благодаря тем яблокам, которые мы ели в саду нашей бабушки, что мы выросли на яблоках. Гульфа и Рус. Война. Когда она началась, Гульфа и Рус окончила седьмой класс и стала готовиться к поступлению в художественное училище. Без рисования она не мыслила будущего. Однако пришла телеграмма от отца с фронта. Поступай в медицинский, здесь очень не хватает врачей. И Гульфа и Рус отправилась, но не постигать основы медицины, а показывать свои рисунки Абулхану Костееву, другу отца. Костеев мне говорит, поступай в художественное училище. Там есть теперь большой профессор Абрам Черкасский. Покажи ему свои рисунки. Он такой добрый, старый, он возьмет тебя. И правда, были белоснежные волосы, черные-черные глаза. Такой старик небольшого роста. Посмотрев мои работы, воскликнул. Ой, какие хорошие работы. Какая хорошая девочка. Сколько классов ты окончила? Отвечаю, что семь. Хорошо, говорит. Узнай, какие нужны документы, и будешь поступать. Черкасский научил ее видеть цвет. Дело в том, что у нее было очень хорошее чувство цвета. Это очень важно в живописи. Как она потом говорила, когда поступила в Ленинградскую академию, что у меня был слабый рисунок. Он был слабый у нас в училище. А то, что был в училище Абрам Маркович Черкасский, который приехал из Киева, с Академии художеств украинской, к нам сюда эвакуированы. Одни говорят, другие говорят, сосланы. Таким образом, Гульфа Русс, она стала заниматься тем, что ей действительно нравится. Она стала заниматься живописью. Но потом она долгое время решала все-таки, потому что Гульфа Русс Смаилова с детского возраста была многогранно талантливым человеком. У нее был прекрасный голос. Она не только хорошо рисовала, но у нее был прекрасный голос. У нее были прекрасные артистические данные. Голос и слух достались Гульфа Русс в наследство от мамы. Так, кстати говоря, была подругой юности Куляш Басиитовой. Но выйти на большую сцену ей так и не удалось. Много детей, неустроенность, проблемы. Куляш искренне жалела подругу, сопереживала ей. А когда услышала, что вокальный талант унаследовала дочь Гульфа Русс, стала всячески ей помогать. И она хотела, чтобы Гуля пела. И Куляш даже с Барсовой познакомила ее великой русской певицей, чтобы она давала даже ей уроки уже потом в Питере. Однако большой певицей Смаилова все же не стала. Она отправилась в Москву оттачивать свой талант художника. В 1950 году, после окончания Алматинского театрально-художественного училища, Гульфа Русс приезжает сюда, в Москву, чтобы поступать в знаменитую Суриковку, Московский театрально-художественный институт имени Сурикова. Однако мечте об учебе здесь не суждено было сбыться. Не нашлось места в общежитии. Расстроенная девушка уже была собралась возвращаться в Казахстан, но тут развенел звонок. Звонок, который изменил все. А раздался этот звонок вот отсюда, с легендарной киностудией имени Горького. Не хотите ли попробоваться в кино? Мы как раз ищем девушку-героиню для нового фильма «Алитет уходит в горы». «Конечно же хочу», – ответила Гульфа Русс и прямиком отправилась на пробы. А там полный аврал. Полфильма уже отснято, а главной героини все еще нет. В общем, недолго думая, роль отдали Исмаиловой. И справилась она с нею. Блестящая. О, посмотри, Алитет, какая у тебя красивая молодая жена. Алитет – это красивая жена. Эта сцена из фильма «Алитет уходит в горы» превратила начинающую артистку в настоящую звезду. «Она плачет, как Вера холодная», – шептали сценарист с режиссером. Только Вера могла так натурально плакать. А Гульфа Русс действительно плакала по-настоящему. Ни денег, ни крыши над головой и весьма туманные перспективы. Но как тут не расплакаться? Фильм «Алитет уходит в горы» показали Сталину. Вождю фильм понравился. Он особо выделил роль главной героини. И картине дали добро. Она обошла все экраны Советского Союза. Очень гордился этой работой Семушкин, автор сценария. Есть знаменитая история о том, как Сталин же смотрел все фильмы. И министр культуры или кинетографии, я не помню, кто был. Ну вот, он им представлял фильм. И когда Сталин смотрел на образ матери, он сказал, такие глаза не могут лгать. Так что это тоже не легенда, а реальность. Когда съемки закончились, конечно, было ощущение потерянного праздника, знакомого всем актерам, впервые попавшим на съемочную площадку. Но меня это не затянуло. У меня была четкая цель. У меня были обязательства перед своей семьей, отправившие меня учиться. Я поступила в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В этом институте она тоже, вы знаете, она не только в институте Репина, но она поступила в Ленинградскую консерваторию. Все-таки еще металась и не могла выбрать, какую профессию. Или стать оперной певицей, или стать художником. То есть у нее вот такие были сомнения. До четвертого курса она параллельно училась и там, и там. Но в то же время она участвовала в настоящих оперных постановках, которые проходили в Доме учителей или бывшем Юсуповском дворце Ленинграда. Там они ставили настоящие оперные постановки. Она исполняла арию Чачаса. Ее увидел ректор Ленинградской консерватории. Был в таком восторге. Он сказал, вам нужна только консерватория. Оставайтесь у нас в консерватории. И до конца жизни вы будете обеспечены работой, у вас будет эта роль. Но вот, вы знаете, ей все-таки захотелось стать художником, потому что ей казалось, что если она будет художником, она будет творчески более независима. И сможет выбирать как-то то, что ей больше самой нравятся какие-то аспекты и моменты. И она нашла компромисс. Она поступила на театрально-декоративный факультет. Она увидела его на дополнительных занятиях по живописи. Увидела и поразилась. Он рисует великолепно, быстро, уверенно. При этом ходит на дополнительные занятия. Зачем, как-то спросила она, чтобы писать еще лучше, ответил он. Надо же, вы как-то сразу с ног начинаете рисовать, а я начинаю рисовать голову. И мне никак не получается поставить человека на землю. И вот такой вот какой-то профессиональный художественный разговор, и началось ее знакомство с Сидоркиным. На профессиональной почве. Ему нужна была девушка, конечно же, наполненная, личность. Она даже боялась ему признаться, что она снималась в фильме «Алитет уходит в горы». И Гуля говорит, я уже знала у Авра Марковича, что такое хорошие краски, что такое хороший холст, что такое хорошая грунтовка. И я хотела работать с хорошими материалами. И все деньги тратила на хорошие материалы. А потом тянулась на какие-то копейки. И вот эта закалка голода у нее была из детства. И она выстояла. Гульфаерус Исмаилова и Евгений Сидоркин жили в одном общежитии. Время тогда было трудное, стипендия у студентов была крохотная, они постоянно недоедали. Творили в аудиториях без отопления. Разжигать печь позволялось только там, где работали натурщики. Их первое свидание оказалось совсем неромантичным. Сидоркин пригласил девушку в кино, а она в середине сеанса упала в голодный обморок. Холод, голод, мокрый. Ленинград после Алматы, солнечный. Наши студенты вообще тяжело в Ленинграде приживались. Ветер, который не давал, чуть ли не за угол, повернуть этим худосочным, послевоенным студентам. И она все-таки говорит, постоянные ячмени на глазах. Говорит, какая там красавица, какая там красота. Я вообще, говорит, удивляюсь, такие девушки там рядом. Он был из обеспеченной семьи, по-моему, чуть ли не единственный сын. Отец его был директором сверхсовхоза в Прибалтике, где-то в Литве. Они потом ездили туда. То есть он красиво одевался, в шляпе, посмотреть фотографии, макинтоши там. Ой-ой-ой. Каждый вечер они гуляли по Ленинграду. Евгений чудом умудрялся доставать билеты то в Большой театр, то во Дворец культуры, то на самые разные выставки. Молодые люди очень быстро сблизились, понимали друг друга с полуслова, делились впечатлениями. И вскоре Евгений сделал Гульфайрус предложение руки и сердца. Она медлила с ответом и не знала, как объяснить ему, что не может остаться в Ленинграде, что ей нужно возвращаться на родину, в Казахстан. К тому же девушку очень расстраивало отношение к ее роману с Сидоркиным однокурсников-земляков. Им не нравилось, что красавица-казашка выбрала русского, поэтому они всячески потрунивали над ней, посмеивались, а иногда и открыто издевались. Тогда еще Гульфайрус не знала, что эта проблема, неприятие ее выбора будет преследовать их пару еще долгие годы. Женя решительно сказал, что я хочу, чтобы ты была моей женой, я поеду вместе с тобой. Нет, сказала Гуля, я не выйду за тебя замуж. И тогда Сидоркин, как был, Макентоши в шляпе, сиганул в него. Ой, утонет, утонет, закричала Гуля. Быстрее спасайте его. Тут подошел милиционер и говорит, что ты кричишь. Она говорит, вот он там, художник, он прыгнул в него. А там уже его давным-давно там спасают. А почему он прыгнул в него? Он сделал мне предложение, а я не могу за него выйти замуж. Нет, я его очень люблю. И я бы вышла. А Женя уже стоял рядом, говорит, все, ты сказала, что ты меня любишь, и что ты бы вышла за меня. А все остальное приложится. Так они поженились. Представители казахского землячества в Ленинграде, они не могли смириться с тем, что такая красавица, известная советская актриса, известная оперная певица и художник, вот вышла замуж за неказаха. Конечно, очень часто ее критиковали, иногда очень жестко. Но эта проблема не закончилась, когда она вернулась в Казахстан. После окончания этого художественного института Репина она едет, ее снова приглашают сниматься в кино. Она на главную роль в этот раз Ботагос по роману Сабита Муканова. Он сказал, что никогда, никогда не забудет меня. Фильм Ботагос. В нем Гульфайрус сыграет главную роль. И он станет одним из самых популярных, самых любимых зрителями. Трогательная, пронзительная игра Исмаиловой завоюет миллионы сердец, а она сама превратится в настоящую звезду экрана. Спаси нас! Пистеть от меня! Безумные старухи! Однако этому кинотриумфу предшествовали долгие месяцы ожиданий. Ее пригласили на собеседование, потом были фотопробы и, наконец, кинопробы. Гульфайрус прекрасно знала, что на роль Ботагос пробуются первые красавицы Казахстана. Певицы, актрисы. Но она все же надеялась, что ей повезет, ведь однажды кинофортуна уже распахивала для нее свои объятия. А пока Гульфайрус ждет звонка из казахфильма, она рисует свою героиню. Ту, которую мечтает сыграть. Исмаилова пытается перенести на бумагу не только внешние черты, но и характерные. Наконец, долгожданный звонок прозвучал. Ее утвердили. Оскар! Оскар! Бота! Оскар! Боровое Кокшетау. Здесь и проходили съемки легендарного фильма. Красивейшие пейзажи, лес, синее небо. Все это великолепно передает дух кочевого Казахстана. Вот выйдет фильм на экран, станешь звездой, и мы тебя красиво замуж выдадим, шутил Сабит Муканов. Именно по его роману и была снята картина. Гульфайрус деликатно молчала, не смея сказать литературному метру или еще кому бы то ни было о том, что она уже замужем. В Саренбург идут войска. Много войск. Будут здесь через два дня. Через два дня. Но долго скрывать сей факт не получилось. Евгений Сидоркин приехал прямо сюда, на съемки, чем немало удивил съемочную группу и местных жителей. Он старался произвести на всех самое положительное впечатление. Целыми днями рисовал автопортреты местных жителей и членов съемочной команды. Конечно, свои рисунки он дарил людям. Евгений Сидоркин с первых своих дней в жизни в Казахстане начинает детально изучать эпос, фольклор, литературу Казахстана и активно работать как художник в этом направлении, как художник-график. Он достигает очень больших успехов В 60-х годах он участвует во всемирной выставке графики в Леттиге, где, несмотря на то, что выставляется вместе с Пабло Пикассо, получает гран-при и золотую медаль. Между прочим, в Боровом никто не спрашивал, кто мой муж по национальности. Не принято это у простого народа. Все звали его Кьюбала, так у казахов называют молодого мужа. Так позже было и на съемках фильма «Кожебек», когда Женя с Вадиком приезжали ко мне на Иле. Никто не удивлялся. В казахских аулах я видела много русских женщин с кучей детей. Простым людям не до пересудов. Им тяжело живется. Много работают они. И все же травли в Алматы было много. Межнациональный брак не хотели признавать не только рядовые художники, но даже высокие партийные начальники. Это было настолько совсем, что, например, даже от деятелей ЦК можно было услышать, например, в выставочном зале. Вот представьте, выставка открылась, работы Сидоркина, работы Исмаиловой, работы Еремы, ковры рядом. Это известная наша преклонница, гобеленщица Ирина Ерема. Вот. И даже кто-то из ЦК идеологические работники говорят, да, Сидоркин, конечно, и Исмаилова хорошие художники, но сколько от них всякого волнения. Завернуть бы их в этот ковер. А Женя рядом идет, а он не видит. И Сидоркин говорит, цены бы тогда не было этому ковру. Оно так и есть. Время так и показало, что цены нет тому, что создали Сидоркин и Исмаилова для своего любимого Казахстана. Ревностно относились очень. И даже какие-то такие были инциденты некрасивые. Даже Гульфорс Мансуровна с такой горечью вспоминала. Было как-то и на сцене, прям при, на совещании каком-то. Даже ударили стулом по голове Евгения Матвеевича. Представляете, при том, что он был, конечно, всегда Сидоркиным. Уже с самого начала. А сейчас, оглядываясь назад, на всю историю живописи Казахстана, ведь это какое дело, что Гульфорс Мансуровна привезла его в Казахстан. А сколько сделал Евгений Матвеевич для того, чтобы вынести казахский народ, казахские образы кочевников, казахские образы женские, женского портрета, мужского портрета, материнского, вот колыбельное. Он взял золотую медаль, на выставке в Париже. Ну, вы понимаете, везде образы-то казахских женщин, казахских, казахского человека. Это же о чем говорит? О его коне, несущейся по степи. Это же вот на весь мир известный стал через графику, через живопись Гульфорс Мансуровна Евгения Матвеевича. Страна, казахская страна известна во всем мире. в искусстве, в мировом искусстве. 1958 год. Гульфорс совершенно случайно наткнулась на заметку в газете, где было сказано, что два фильма от Советского Союза, «Ботагос» и «Капитанская дочка» будут показаны на кинофестивале во Франции. Их едут представлять актрисы Репина и Измайлова. Галью Измайлову танцовщицу послали за границу вместо Гульфорс. Видимо, тогдашний министр культуры решил, какая разница, Исмаилова Измайлова. Но на этом роман Гульфорс кино не закончился. Вскоре ее приглашает режиссер Гинсбург на главную роль в фильме «Однажды в степи». Это была прекрасная новость для молодой женщины, однако еще более волнительное известие она получила сразу же после утверждения на роль. Гульфорс скоро станет мамой. Съемочный процесс превратился в ад. Будущую маму мучил сильнейший токсикоз, и она с трудом выдерживала съемки и грим, буквально вымаливая у коллег кусочек соленого огурца. Чуть ли не на следующий день, после завершения съемок, Гульфорс отправилась в роддом. Она была совершенно фанатичная мама, потому что именно потому, что ей довелось своего сына по завету Жени ставить и как художника, а не только как человека. Она, конечно, над ним очень трепетала и, может быть, даже трепетала излишне, может быть. Ей тоже хотелось, чтобы ничто не мешало его творчеству, что вдруг его куда-нибудь налево или направо какой-нибудь девушке не той, какой надо бы, Но все мы матери же совершенно лучше знаем, что надо нашему ребенку, а уж не он сам. Ну, она была и матерью прекрасной, заботливой даже чересчур. И она была великолепным кулинаром. Очень теплая атмосфера такой любви. И, в общем, меня баловали, конечно. Ну, и они тоже как могли воспитывали. Отец был достаточно строг. Если бы он так рано не ушел из жизни, мы бы и работали вместе. Просто не успели. Маленький Вадим стал для нее всем. Она на несколько месяцев полностью отошла от работы, посвятив себя заботам о нем. Любимый сын, любимый муж, любимая работа. Казалось бы, все есть для того, чтобы жить и радоваться. Однако омрачала радость одно обстоятельство. У счастливой семьи не было своего жилья. Несмотря на заслуги и титулы, Сидоркина и Смаилова ютились в маленькой комнатке общей квартиры. Шакин Айманов на киностудию пришел Кунаев Димаш Ахметович. И как раз там была Гуля, там был Сидоркин. И Шакин сказал, что Димаш Ахметович, посмотрите, какие у нас вернулись из Ленинграда, какие прекрасные у нас художники. Это вот будущее. Они сделают новое прекрасное кино. И какие они делают работы вообще выставочные, графику и все. Уже Сидоркин, наверное, к тому времени оформил Мухтара Уэзова «Путь Абая». Это каноническое сейчас оформление. Он очень нравился Мухтару Мархановичу, его оформление. А они без квартиры, а у них ребенок, у них нету квартиры. И там разными перипетиями. Гуля рассказывала, как сам Кунаев внес ее в список, и как ее, тем не менее, как она отслеживала, есть ли она на разных этапах в этих списках. Потом уже наконец-то звонит там своей какой-то ее свели секретаршей Кунаевой, которая этими списками ведала. Потом раз, уже их нету опять в списках. И опять она напрямую позвонила Кунаеву и сказала, что Димаш Кмитович, а ведь список у меня на квартиру нет, дом уже сдается. Она могла сделать вот такие глаза, захлопать своими великолепными ресницами, я представляю, как это она говорила. А нет у меня там в этой квартире. И Димаш Кмитович сам внес ее в эти списки и сказал, что он отследит это, что она получит эту квартиру. А потом, потом она целиком и полностью посвятила себя театру. Это все, это костюмы, это вот вся музыкальная драматургия, она выложена в ее декорации. Если этого нет, то ничего на сыне-то нет. И вот понимаете, у нее всегда краски сочные, краски яркие, всегда вот, понимаете, такое сочетание, которое давало вот этому симфонический оркестр, звучит и вот эти вот декорации, его костюмы, понимаете, каждый герой, каждый участник, даже в хоре, там, других каких-то сцен вылепливался ею, понимаете, и всего, всех видно на сцене. Нет, знаете, каждый, это ее жизнь, это ее интеллект, это ее мастерство, это ее видение, вот, своей казахской, понимаете, и она вот это всегда преподносила. Государственный театр оперы и балета имени Абая. В нем Гульфайрус Исмаилова проработала долгих 16 лет главным художником-декоратором. На ее счету 28 спектаклей, продуманных талантливой женщиной до мелочей. Представьте, каждый спектакль это 500 эскизов, 500 костюмов, на главных героев, второстепенных, на хор. Гульфайрус относилась к своей работе очень старательно, карпя над каждым листом ватмана. За эту старательность ее в театре буквально боготворили, но это уже потом, а сначала коллеги-мужчины встретили ее весьма недружелюбно. Художники так и сказали, типа, вот еще баба пришла в оперный театр. Дело в том, что специфика театра, особенно оперного театра, где большая сцена, это же огромные декорации, которые надо выписывать огромной кистью, либо делая эскиз декораций, ты должна рассчитать, что это будет вот в таком размере, например, во столько раз увеличенной, и какая будет подсветка, как оно будет двигаться, как монтироваться будет, чтобы это была не тяжелая декорация. то есть там и математика, и арифметика, и экономика, и чтобы это было недорого, эти костюмы, но в то же время, чтобы это смотрелось дорого, то есть там масса таких превходящих каких-то вещей, которые нужно учесть, создавая волшебство театра, театральной постановки. Конечно, это необыкновенный человек, необыкновенный человек, во всех смысле этого слова, и как творческий человек. Прежде всего, мне очень повезло в этом плане, она меня ввела в мир живописи. И когда мы работали над нашим портретом, она с меня написала портрет балерина Ли, и это был очень интересный период, когда ставился балет фрески. сценографом этого художника этого балета был ее супруг Евгений Матвеевич Сидоркин, наш гениальный художник. И понимаете, мы тогда все, вся труппа были взбудоражены вот именно вот этим приходом, вот такой пары. Вы знаете, мне повезло, потому что я даже с первых дней написания этого портрета мы, Гульф Русман Суровна меня приглашала домой, мы уставшие, потому что я после дневной работы в театре, потом в обеденное время мы писали портрет, потом мы шли домой, вы знаете, да, она жила вот как раз мимо Никольской нашего Никольского собора, шли прямо по Виноградово и приходили к ним домой, они на четвертом, на пятом этаже, без лифта дом. Мы поднимались, иногда Евгений смотрим, девочки, вы идете домой, и мы поднимаем глаза, он стоит на балконе, встречал нас всегда, встречал всегда, или арбуз, или уже чай, или что-то, и говорит, ну вы устали, давайте, вот всегда, он так следил, и вы знаете, когда Гульф Русман Суровна один раз мы отвлеклись, что-то с ним разговариваем, все это, она рисует, знаете, а мы даже не смотрим, что она там, и вдруг говорит, ну все, я закончила, и вот Евгений Ватвеевич выходит из своего угла, встал и говорит, ну Гулька, ты гений, она нарисовала ноги мои, ну это, говорит, блестяще, ты гений, и так обняла ее, знаете, она, вы знаете, засмущалась, и потом она мне всегда говорила, я, говорит, всю жизнь вот рабела перед Евгением Матвеевичем, перед его талантом, перед его образованностью. Козыкорпеш, Баян Сулу, Кожибек, Чо-Чо-Сан, Аида. Все эти ставшие уже легендарными постановки рождались и выходили к зрителю при непосредственном участии Гульфайрус-Исмаиловой. Она сама, будучи звездой первой величины, признавала и преклонялась перед талантом прим-оперного. Так родился и ее знаменитый триптих, в котором она изобразила Куляш-Бэсиитову, Шолпан-Жандарбекову и Шару-Жиенкулову. В этих трех великих женщин я буквально вся вылилась, потому что с детства я несла их в себе. И теперь я компоновала, я придумывала композицию. Одна танцует, другая поет, третья драматическая актриса. И мне хотелось их оставить именно моей рукой воссозданными. Эти три женщины были явлением в искусстве Казахстана. Она также создала портрет Абулхана Костеева, Абрама Черкасского, Людмилы Ли, известной балерины и многих других деятелей культуры. Другая, одна из важных тем, это ее семья. Как мы с вами уже упоминали, когда она жила в Ленинграде, казахское землячество крайне негативно отнеслось к тому, что такая талантливая, красивейшая девушка вышла замуж за неказаха. И с этой же проблемой ей пришлось, к сожалению, столкнуться и в Алма-Аты, потому что многие казахи мужчины были очень разочарованы этим. Иногда дело доходило до очень таких сцен бурных, к сожалению. И тогда Гольфа Рос создает портрет, автопортрет, который называется «Моя семья», на котором она изображает себя, Евгения Сидоркина и сына Вадима. И она всем показывает, это моя семья, и я люблю свою семью, и, пожалуйста, отстаньте от меня. Этот портрет, автопортрет выставляется в Третьяковской галерее. Во всех ее делах и начинаниях Гольфа Рос поддерживал супруг. Он был первым ценителем, первым критиком каждой работы. Когда начались съемки фильма «Кожебек», в котором Исмаилова выступила в качестве художника-постановщика, Евгений Матвеевич стал частым гостем на съемочной площадке. Вы знаете, у них было дома, по крайней мере, когда я всегда была, попадала, это была необыкновенная, теплая, семейная атмосфера. Евгений Матвеевич о ней заботился, а Гольфорс Мансуровна, прям, Женечка, она только так его называла. Женечка, садись сюда, Женечка, давай покушай. Женечка, она прекрасно готовила, и всегда у нее что-то было, она вот хоть уставшая, вы представляете, она еще вот напишет портрет, это же столько сил, и она обязательно накроет стол, и мы, и красиво накроет, я у нее многому научилась, вот как гостей встречать, как вообще вот создавать вот эту атмосферу с мужем, вот в семье. Они вместе продумывали декорации, костюмы, украшения. Кстати, юную Меруэрту Тикешеву на роль Кожебек рекомендовала именно Исмаилова, ей же самой досталась роль матери, главной героини. Гульфа Ирус отдавала все свои силы этому проекту, ведь в исторической драме от работы главного художника, постановщика зависело практически все. Здесь она подходит, как бы применяет свой собственный, не похожий ни на что подход в подготовке к этому фильму, она отказывается от какой бы то ни было бутафорий. То есть все, все предметы, которые сняты в этом фильме, например, предметы декоративно-прикладного искусства казахстанов, одежда, костюмы, актеров, все это из настоящих материалов. То есть если это войлок, то это войлок, если это кожа, это настоящая кожа, или серебро, то есть все вот эти великолепные украшения, одежда, костюмы и другие предметы быта казахов, они настоящие. Сложно представить, но этот фильм долго не принимал худсовет. Не нравилась именно работа художника-постановщика. Гульфаэрус отчаянно критиковали, называя костюмы и декорации исторически недостоверными. Она страшно переживала, но фильм все же вышел на экраны благодаря вмешательству авторитетного режиссера Григория Чухрая. Каково же было всеобщее удивление, когда на пятом всесоюзном кинофестивале фильм был отмечен именно за лучшее художественное оформление. Авторитет Гульфаэрус Мансуровны возрос до небес. Очень хочется подчеркнуть, что когда для человека, для какого-то художника или театрального деятеля, или кинодеятеля было сложно стать членом одного союза, в то время Гульфаэрус Мансуровна была членом трех союзов. Это союза художников СССР, союза кинематографистов СССР и союза театральных деятелей. Вот какая она была многогранно талантлива. Сентябрь 1982 года. Он изменил в ее жизни не все. После болезни ушел из жизни Евгений Сидоркин. Гульфаэрус не просто лишилась любимого мужа, друга соратника. Она будто бы потеряла точку опоры, смысл жизни. Ей больше не хотелось ничего, только следовать заветам, которые он оставил ей незадолго до смерти. Умирал буквально в ней на руках, так что это все было здесь, дома. Сначала в Санимовской больнице, а потом уже выяснилось, что безнадежно, ну это онкология в общем, дело тяжелое. Так что все равно она ему как могла жизнь продлила. Там врачи давали месяц что-то, чуть не полгода все-таки как-то. И конечно все это было тяжело, они были очень близки, духовные, творческие. и по сути, как за каменной стеной, но за отцом он же был, ну и не только классиком, уже тогда признанным советским, он был большим человеком в союзе художников СССР. Я всегда восхищалась как вот такой сильный человек она была. И вместе с тем она ни на грамм, ни на ёточку, она не озлобилась, ни на мир, ни на людей, ни на кого. Вы знаете, она всегда так восторженно говорила, ну почему войны происходят, ну почему нельзя жить, ведь нас столько наций, это же ведь так красиво. Она всегда все, что происходило вокруг, все, что происходило в жизни, она все сводила в искусство, она все сводила в живопись. Она продолжала творить, часто встречалась с людьми, и одной из главных своих миссий считала сохранение памяти о своем муже, Евгении Сидоркине. До конца жизни она не уставала говорить слова благодарности ему за все то, чему он ее научил. Исследуя завету мужа, Гульфайрус Мансуровна сделала все для того, чтобы их единственный сын продолжил дело семьи. Сегодня Вадим Сидоркин известный художник-реалист. Знаете, характеризует их союз, что даже когда он болел и умирал, он заботился и думал о своей любимой Гульфайрус и говорил, кто же теперь тебя будет защищать, пожалуйста, не выходи замуж, расти нашего сына, но она даже и не собиралась, потому что у них был настолько счастливый союз, более счастливого союза трудно вообще найти в природе, в жизни, потому что он никогда не запирал ее на кухне, он никогда не запрещал ей заниматься любимой творческой профессией, они всегда друг другу помогали. Это был самый счастливый семейный союз, который можно было только себе представить, поэтому навряд ли кто-нибудь мог ее так любить и дать ей такое полноценное счастье, как Евгений Сидоркин. Поэтому 30 лет она была после его смерти, она была верна ему, она думала и любила только его одного. Гульфайрус и Смаилова относятся к тому типу безусловно талантливых людей, которые умеют, самим Богом им дано даже свои трагические моменты жизни, даже обстоятельства неблагоприятные обращать на пользу своему творчеству. Уже последние 20 лет своей жизни Гульфайрус Мансуровна была прикована к креслу с 90-х годов и передвигалась по дому и не выходила из дома. Но даже сидя на этом кресле она продолжала писать работы, свои прекрасные пионы. Она была все-таки всегда востребована общественностью до той поры. Но пока могла, она все-таки вывозила в свет на различные мероприятия торжественные. Пока могла. Потом постоянно телевидение и публикации, то есть журналы, пресса. Несмотря что были грустные моменты, когда Гульфа Русмансуровна в больнице, я как-то прихожу, она говорит «Ли, я пережила такое унижение, такое унижение, что такое смирение, я не понимала, я смирилась, я смирилась, что я уже она никогда не сдавалась, она говорит «Я не опай, я не опашка, я никогда и не...» и вот вдруг вот уже вот когда она в больнице лежала, все, и вот знаете, вот не заплакать было невозможно. Вот там, которые работали, сестры, они вот это слышали, они в коридоре, они плакали, они с таким почтением к ней относились, вместе с тем она вот беспомощная же была, и вот это вот то, что она уже не могла пойти сама или там и сесть в коляску сама, «Ой, это для нее была каторгой». Она прожила удивительную, наполненную жизнь. Все, к чему прикасались ее руки, было талантливо, необыкновенно. Возможно, от того, что сердце Гульфа Рус было наполнено любовью. Эту любовь передавали фильмы, картины, украшения и костюмы, созданные ею. А еще эта любовь освещала не только ее собственную жизнь, она уже на протяжении долгих лет освещает нашу с вами культуру. Наследие Гульфа Рус Исмаиловой бесценно, потому что вечно, вечно, как большая истинная любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова